Для правой свертки мы тоже можем реализовать соответствующее сканирование. Давайте посмотрим, как оно устроено. Сама по себе правая свертка хорошо известна нам, и в результате выполнения правой свертки, скажем, на списке 1, 2, 3, у нас получится после нескольких шагов редукции вот такая вот конструкция. Хотя, конечно, это не в точности то, что получится, в отличие от левой свертки, потому что правая свертка может не выполнять вот эти вот действия, и здесь не превращать все в вызовы функции, а остановиться гораздо раньше. Но, тем не менее, общая идея понятна. Несколько шагов редукции могут привести к нас к вот такому вот представлению. Идея в том, чтобы все промежуточные конструкции, которые здесь есть, сохранить в списке, тогда у нас как раз и получится интересующая нас функция правого сканирования. Поскольку свертка правая, то у нас все элементы, которые лежат в результате правого сканирования, начинаются справа, то есть инициализирующий элемент у нас лежит в самом конце списка, а сам результат правой свертки лежит в самом начале списка, которая обеспечивает нам сканирование. Итак, нам нужно реализовать функцию, которая обеспечит вот такое вот поведение. Давайте посмотрим на ее реализацию. Тип правого сканирования очень похож на тип правой свертки. Единственное отличие, как и для левой свертки, в возвращаемом значении. У нас возвращается не одно значение, а целый список промежуточных шагов свертки. Сканирование пустого списка возвращает нам список, состоящий из инициализирующего значения, как и в случае левого сканирования. Самое интересное происходит в уравнении для функции сканирования, когда у нас список не пустой. Что происходит в этом случае? Ну, первое, что нам нужно сделать, нам, конечно, нужно вызвать функцию сканирования на хвосте этого не пустого списка. Эта функция сканирования вызывается внутри предложения WHERE, в результате у нас получается результат сканирования вот такой вот, то есть вот такой вот под список, возможно, еще не вычисленный, у нас будет, если мы запустим наше правое сканирование на списке 1, 2, 3. Теперь наша задача заключается вот в чем. Наша задача использовать этот результат. Но нам нужны два результата. Во-первых, нам нужен, собственно, весь список. Вот этот вот под список, который сформировался при вызове на хвосте функции. Этот список мы обзовем XS. Он нам потребуется просто потому, что нам к нему потом, к этому списку, нужно будет добавить еще один элемент, еще один шаг свертки. То есть вот этот под список у нас зовется QS. Но помимо всего прочего, нам нужно еще для того, чтобы получить вот это вот значение, получить голову вот этого вот списка, который мы обозвали QS, чтобы прицепить к нему, вот она здесь, эта голова используется, и дальше единичку, то есть текущий элемент, мы должны прицепить к этому под списку. Для этого мы пользуемся локальным псевдонимом. То есть мы говорим, что мы связываем результат вызова сканирования на хвосте нашего списка дважды. Один раз как QS целиком, а другой раз разобрав его и взяв голову и хвост. Хвост нас не интересует, потому что у нас есть весь QS, и мы его вот здесь использовали. А голову, которую мы здесь получили, мы используем для того, чтобы прицепить к вот этому вот результату еще с помощью функции f. Вот это вот значение единичку. Ну, в данном случае, это, конечно, я говорю про пример, а в общем случае мы прицепляем к Q, то есть вот так с этому результату текущий элемент списка x. Таким образом, правое сканирование работает ровно так, как и требовалось бы. Но давайте посмотрим, как правое сканирование работает на разных списках. Ну, скажем, на пустом списке, ну, нам нужно, конечно, передать операцию, скажем, сложение и инициализирующее значение, ну, скажем, нолик. На пустом списке нам вернется нолик, ну, а если список не пустой, скажем, список 1, 2, 3, то нам вернутся промежуточные результаты, но в обратном порядке. То есть сначала окончательный результат, то же самое, что возвращает нам правая свертка folder, и затем промежуточный результат нашей свертки, а в качестве последнего элемента лежит инициализирующий элемент. Правое сканирование, в отличие от левого сканирования и в отличие от правой свертки, не работает на бесконечных списках. Точнее говоря, работает, но довольно плохо, потому что просто первый элемент на бесконечном списке у нас будет бесконечен. Мы, конечно, можем с помощью некоторых тонких механизмов, например, используя вместо функции f какую-то, не просто функцию, а какой-то конструктор, который делает нам барьеры для сопоставления с образцом, вытащите с правой свертки некоторые конечные конструкции, но это довольно сложная задача. Поэтому правое сканирование, точнее говоря, используется, вообще говоря, реже, чем левое сканирование.